С утра со всеми своими младшими сёстками, да, ждала родителей из квартиры, внизу они собирались на летнюю дачу отдыхать и радоваться жизни, и вот она узнала... Так, слышали? Я не предполагала, что мне придётся выступить, но, действительно, обстановка такова, это, наверное, несколько слов надо сказать. Вот такой тяжёлый, такой страшный день. Я написала несколько лет тому назад, когда мы отмечали 70-летие Победы, статья «Привет, он тебе была запечатана», и мы задавалась она, а завтра была принято. Начиналось, наверное, всё на этой статье «Абсолютная правда». Мне было 11 лет, и я очень хорошо помню это время. Сейчас вот я танковый вечер, но телоциклет – это совсем маленький ребёнок. Но, вы знаете, при этом было такое, что... Мы всегда были в один момент реакционный. Мы все не поняли, что произошло что-то совершенно невероятное, что произошло большое несчастье, большое поле. И неизвестно, удастся ли это пережить или не удастся ли это пережить. И вот статья начинается с того, что действительно было, было у нас в ночь с 21-го, произошло в ночь с 21-го на 22-е июня 41-го года. А в это время, в это время мой брат кончал школу, заканчивал 10-й класс, и был выпускной вечер. Мы меня там уже не совсем маленькую, кроме оттуда три сестры, но совсем маленькую, взяли вот на этот выпускной вечер. И вот я очень хорошо его помню. Здесь вот висящие глаза молодых ребят, полных жизней, полных надежды, полных. Ну, всего, что прекрасно, что может только сказать молодых людей. И вот закончилась торжественная часть, и мы с родителями ушли, а брат со своими друзьями играли. Это белые ночи, белые ночи, выпускные вечера. У нас молодежь всегда гуляет ночь на прогрессе. И эта традиция, по-моему, каждого сего и остается. Брат остался, они гуляли всю ночь. Мы готовы на следующий день ехать, снимать дачу. Из-за того, что брат кончал школу, съемка дачи задержалась. И вот теперь уже можно было снять ее. Детей, девочек, одели нарядно, спустили нас вниз. Мы стояли внизу и обсуждали, как мы замечаем, что проведем сегодня время. Мы поверим снимать дачу. Но потом мы замечаем, что затянулось время. И никто к нам не идет. И через какое-то время спустились родители, на них не было лица. По радио только что объявили, что началась война. Хотя, например, началась в 4 часа утра, на самом деле. Ну, и это было... Это было... Вот с этого клиента начинается. Хотя... А дальше случилось так, что брат позвонил, через какое-то время, что он сейчас не вернется. Он придет домой замещая. Потому что они всем классом, мальчики, во всяком случае, пошли и заказали добровольцами на фронт. Они уйдут на фронт. И вернулась девича такая. Две человека, этих прекрасных ребят, этих прекрасных мальчиков. Поэтому брату увезло. Он вернулся, он получил тяжелую контузию. Он ее пережил. Потом он заканчивал войну. Уже на последние дни. Он до последнего дня воевал. Другой его предприятие. Ему тоже повезло. Кавычка. Он потерял глаз. Получил гранитность. И закончилась его война. Раньше срока. Вот не могу вспомнить, как закончил войну третий мальчик. Самый способный, на прочем. Самый романчивый. Потом он кончал военно-медицинскую академию. Но в академе учен. Тоже как в год с войной. Вот так. Вот что такое война. И когда я вспоминаю. Да, сначала. Прежде чем я закончу. И скажу о чем я вспоминаю. Я хочу добавить немножко то, что говорил предыдущий. Это очень казенное слово. Но, в общем, очень хорошо выступающий человек. Говорил он о жителе плаката Ленинграда. Я хочу добавить один очень важный факт. Все было совершенно ужасно. Считалось, что город в Москве. И прежде всего считал Гюнгер и Гюнгерские войска. Что город – город. И тем не менее. Они все не знают, какое событие во время войны произошло. Мертвым или умирающим Ленинградем. Кто знает, какое событие произошло. Все такое. Я знаю. Вот в это время. В это время. В самое ужасное время. Когда черневцы считали, что война уже выиграна. А очень многие считали, что все – война проиграна. И больше ничего хорошего в жизни не будет. В это самое время вдруг в Ленинградской филармонии раздали звуки музыки. Шерстакович, который начал свою симфонию, седьмую симфонию, посвященную по Ленинграду, писать еще будучи Ленинградом. Потом его самолетом вывезли из Ленинграда. И он уже остался. Все тут. Он предъявил, он залжал. Он закончил симфонию. Эту симфонию долго ремонтировали в Ленинграде. Причем это чрезвычайно героническая история. Потому что надо было кому-то играть. А музыкантов-то не было. Те, которые были, по-моему, на фронте. А те, которые оставались, они умерли или были почти умирающие. Вы знаете, и тем не менее, вот эти умирающие люди, они встали. И они пошли. И они сыграли. И с фронта были специально отпущены люди. И радиоприемники были установлены так, чтобы слышно было где на фронте. И когда немцы услышали звуки, торжествующие звуки музыки, как стало известно после войны, потому что после войны стали приезжать немецкие туристы в Ленинград. И вот, однажды, приезжали туристы, которые сказали, что они были в то время в Ленинградах воевали. Ждали, что вот-вот-вот сейчас, в мертвый город, они смогут войти в мертвый город. Гитлер уже назначил данный ресторан, отмечание на этот ресторан. Именно в этом день звучала седьмая симфония Жастанковича. И они рассказывают, когда мы это услышали, мы поняли, что мы проиграли войну. И это вот так. Абсолютно. 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 А закончить я хочу всех, но, конечно, ребятам нравится очень большой праздник. И мы его празднуем. Но война, это страшно. Не дай бог, не дай бог, если снова начать военно-поблажанство, берегите мир. И не допускайте войну. Спасибо за просмотр! Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.